Транспортный коллапс из-за банкротства автоколонной 1310. Рязанцы по часу мерзнут на остановках в ожидании автобусов. Археологи снова бьют тревогу на этот раз из-за состояния памятников рязанцам погибших в Великой Отечественной. Зарезала за громкой музыки подробности уголовного дела курсантов СИН, который не дожил до выпускного. Специалисты ОКБ рассказывают о собственном опыте внедрения новых технологий. В Рязани проходит форум «Бережливое производство». Автобус снова не пришел. Продолжаются перебои в работе автоколонной 1310. 4 декабря рязанцы отметили, что городской муниципальный транспорт практически не работает. В гороадминистрации сказали, что это связано с временным ограничением права пользования со стороны судебных приставов, которое было снято вечером. По заверению мэрии ситуацию удалось урегулировать. Мы выяснили, в селе автобусы вышли на маршруты. Остановка поселок Ворошиловка. Уехать отсюда можно только на 21-м и 24-м автобусах 80-й маршрутки. Пенсионеры приходят строго по времени. Вот видите, нет автобуса. А он должен сейчас приехать? Он должен 48 минут приехать. Ну, я не знаю, с чем это связано. Это надо у них спрашивать. Во-первых, очень часто они опаздывают. Но опаздывают, ладно, это объективно еще может быть причина. Но они вообще не приходят. Если не повезет, они снова разойдутся по домам, чтобы вернуться через час. Зимой на морозе стоять тяжело. Бывает, два рейса не бывает, и чего. Это два рейса, это два часа автобус. Ну, хотя бы маршрутку дали еще бы. А то одна. И ходит она в дашки. Вот такие дела у нас. Особо не уехать? Да, особо не уедешь. Ситуация с транспортом не лучше. И в центре города, на площади Победы, электронное табло показывает всего один автобус, который должен подъехать в ближайшее время. Никуда не годится, можно сказать. Очень плохо. Сегодня утром ехали, не было рейса. И сейчас вот нет рейса, не знаю, сейчас вот табло минут через пять должно подойти. А какой автобус ждете? 13-й. 13-й. Жду его, нет. Нет, вот уже 40 минут, одного рейса не было. Ну, редковато бывает, четверка автобуса. 17-й вообще, как-то я не вижу, редко очень вижу. Тяжеловато ехать? Да, проблемно. Вот четверка очень долго ждут. В автоколонии 13-10 сейчас идет процедура банкротства. Многие автобусы, которые сейчас работают на маршрутах, уже арестованы приставами за долги по горюче-смазочным материалам. Приставы уже описали более 60 единиц транспорта. Долг предприятий только за ГСМ составляет 21 миллион рублей. Периодически из-за процедуры банкротства в рейс не выходят автобусы. 4 декабря пассажиры не дождались транспорта на первом, третьем, восьмом и десятом маршрутах. На некоторые вышли по одной машине. Пассажиров беспокоят, что будет дальше, потому что на многих остановках, таких как Ворошиловка, автобусы – это единственный транспорт, где действуют льготные проездные. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Привести в порядок надгробия на Скорбященском кладбище призывают рязанские археологи. Они побывали там накануне Дня неизвестного солдата. Увиденное шокирует. На некоторых надгробиях погибшим в Великой Отечественной войне небрежно написаны имена. Есть ошибки в годах рождения. Фотографии бойцов сохранились, но местами почему-то закрашены побелкой. Валерий Седов продолжит. На Скорбященском кладбище похоронено около полутора тысяч бойцов Красной армии. Рядовые сержанты и лейтенанты покоятся вместе. И вспоминают о них, видимо, только по праздникам. Как мы можем видеть, кладбище русское воинское содержится в достаточно неплохом порядке. Но при детальном осмотрении непосредственно самих могил, самих мест захоронений, мы можем с вами увидеть множественные либо досадные ошибки, либо небрежные отношения, либо иногда кажется, что это откровенное издевательство над написанием имен погибших и похороненных этих солдат и офицеров. На очищенных от снега надгробиях можно заметить вопиющие орфографические ошибки. Например, фамилия Картошкин, написанная через латинскую букву. Или наоборот, нечитаемые имена. Встречаются и ошибки в датировании года рождения и смерти. Согласно им, Иван Лаврентьевич прожил около 142 лет. От некоторых солдат остались только фамилии, а других – год смерти. Вся остальная информация, скорее всего, покоится в архивах. За некоторыми, видимо, следят родные или однополчане. На надгробиях есть более точная информация, а также фотография. Скорее всего, о других и позаботятся некому. Буквы откалываются вместе с побелкой. Имена героев теряются не в веках, а прямо здесь, на их надгробиях. Сами захоронения проседают вместе с плиткой. Таких провалов на кладбище несколько. Василий Конов рассказал, что есть, возможно, еще одна проблема. Сам Скорбящинский мемориал создан в 80-х годах, в годовщину победы над фашистской Германией. Вот только никаких данных, по словам археолога, о расположении и местах захоронения бойцов практически нет. И неизвестно, действительно ли надгробия стоят на своих местах. Вопрос о воинском кладбище особый остров стал после Дня неизвестного солдата. Получается, что имена героев, которые стояли на защите Родины, могут быть забыты. Или потеряна вся информация о человеке. Где родился, в каком году умер, в каком звании был. Все это может потеряться не на арене боевых действий, а на кладбище, в месте, где они нашли свой покой. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Дело об убийстве курсанта ФСИН направлено в суд. Напомню, инцидент произошел в марте. Молодого человека ударил ножом в живот сосед, которому не понравилась громко играющая в квартире музыка. Уголовное дело сначала завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», но потом оно было переквалифицировано в «Причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее по неосторожности смерть. Почему, расскажем в нашем следующем сюжете. Все начиналось с праздника. Курсанты ФСИН собрались, чтобы отметить день рождения старосты группы. Он приехал учиться из Нижегородской области. Вместе с женой снимал квартиру в доме на улице Кудрявцево. Праздник затянулся до полуночи, что не понравилось соседу снизу. В первый раз он поднялся к отмечающим, чтобы попросить сделать музыку потише. Курсанты к пожеланию прислушались. К тому же праздник уже подходил к концу, и многие гости начали расходиться по домам. Но сосед не внимался. Через два часа он снова постучал в дверь и предложил выяснить отношения на улице. С собой недовольный шумом взял два ножа. Вышел наш погибший. То есть, увидев такую картину, соответственно, вмешался в драку, оттащил нашего обвиняемого в сторону. Соответственно, между ними началась борьба. Но в этот момент вышла мать самого обвиняемого, которая закричала и отвлекла, соответственно, всех участников драки. Ввиду того, наш курсант пустил хватку и схватки обвиняемого, который, воспользовавшись моментом, выхватил нож из своего рукава и ударил ему прямо в живот. С ножевыми ранениями его доставили в областную клиническую больницу. На следующий день он скончался от полученных травм. Дело было переквалифицировано часть 4 статьи 111. Это причинение тяжкого вреда, повлекшая по неосторожности смерть. Но в ходе расследования, учитывая все обстоятельства дела, а именно приготовление обвиняемого к совершению преступления, обстоятельства его совершения, то есть нанесение удара ножом в жизненно важный орган, позволило квалифицировать его действия как совершение именно преднамеренного убийства. Следствие по уголовному делу в настоящий момент закончено. Его передали в суд, который и примет решение о наказании. Подозреваемому грозит срок до 15 лет лишения свободы. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В МВД решили снизить нагрузку на участковых. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства. Как уточняется, в документе решение связано с большой нагрузкой и тем, что зачастую им приходится решать рабочие задачи вне территории своих участков. В министерстве предлагают снять с участковых проверку заявлений, которые в частности касаются экономических правонарушений, тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, планируется заменить бумажную отчетность электронной. Предполагается, что приказ вступит в силу в мае 2019 года. Всероссийский форум «Бережливое производство» проходит в Рязани. В рамках одной из площадок специалисты областной клинической больницы рассказывают о собственном опыте внедрения ЛИН-технологий. Новые введения появились в приемном отделении, операционном блоке, поликлинике и даже ревматологическом отделении. Тему продолжит Галина Кудряшова. Шаблоны осмотра пациентов, электронная история болезни, создание реестров выписанных пациентов, которые позволяют врачу не ждать документа об истории болезни, а сразу получить всю необходимую информацию. Вот лишь некоторые примеры использования технологии «Бережливого производства» в Рязанской областной клинической больнице. Наиболее такой простой инструмент, с которого все начинают, это 5С, это организация рабочего места. В эту работу активно включились наши главные медицинские сестра, старшие медицинские сестры. И это ключевое звено, это организация рабочего процесса именно в коечных отделениях, в процедурных кабинетах, в манипуляционных кабинетах. И это позволило улучшить их работу, сократить, избежать потерь времени, избежать ошибок и повысить безопасность, оказывая медицинской помощи. УКБ, первая из круглосуточных медицинских организаций Рязани, приняла участие в федеральной программе по внедрению линдтехнологий. Они затронули практически все отделения, от приемного и поликлиники, до операционного и ревматологического. Упрощают работу даже очень, скажем так. Вот у нас такие таблетницы. Раздаем мы на утро, день, вечер и на ночь. После того, как мы раздали, собираем их, обрабатываем. А пациентам очень нравится, потому что тут все подписано. Своими нововведениями сотрудники ОКБ поделились с коллегами из областных и городских больниц в рамках Всероссийского форума «Бережливое производство». Гостей знакомят с теоретической частью и показывают изменения на практике. Для нас это очень познавательно, потому что в будущем мы тоже планируем реагранизовать наш приемный покой, чтобы лучше оказывать медицинскую помощь и в первую очередь, чтобы было удобство для пациентов. Конечно, у нас не настолько широкая специализация, у нас все-таки только одна гинекология, но все равно «Бережливое производство», я думаю, в ближайшее время коснется и нас в первую очередь тоже. Важным достижением ОКБ стало снижение времени диагностики пациента с 3 часов до 40 минут. Сделать это удалось благодаря оптимизации расположения кабинетов УЗИ, ЭКГ, МРТ и многих других. Также для оптимизации работы стали выдавать пациентам красные и желтые браслеты. Браслеты красного цвета, которые мы надеваем больным, с реакциями аллергическими. Это очень удобно. В отделении больной идет медсестра, которая подходит к нему делать какие-то манипуляции, она уже видит, что какие лекарства ему абсолютно противопоказаны. И второй брать цвет – это желтого цвета. Это тоже очень важно для пациентов с большим риском падения. Например, на каталке больные в бессознательном состоянии, с риском возникновения эпиприпадка, в алкогольном опьянении. Однако останавливаться на достигнутом в Рязани не собираются. Впереди еще много нерешенных вопросов, самая острая из которых – перевозка пациентов. Для этого планируют создать единую транспортную систему. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Будут ли убираться платные парковки? Этот вопрос волнует, вероятно, каждого автолюбителя, приезжающего в центр города по делам и вынужденного пользоваться их услугами. Зимой не на всех платных парковках получится оставить авто, во всяком случае, чтобы это было безопасно для автомобиля. Судя по дорожным знаком, платная парковка начинается через 15 метров. Здесь же места для инвалидов. Следы на снегу говорят нам о том, что здесь никто так и не парковался. Сложно это – проехать на своей машине через замерзшие глыбы льда и снега. Такие препятствия для автолюбителей есть практически на каждой платной парковке. В местах, где люди должны платить за то, чтобы поставить свою машину на стоянку, попросту не убирают. Водители в этом вопросе сошлись в едином мнении. Люди платят за это деньги, а заезжают не на очищенную платную парковку. Первым делом может из-за грязи потянуть машину не в ту сторону. И вот вам ДТП, пожалуйста. Тем более, если есть платные парковки, если мы за это платим деньги, значит, они должны предоставить нормальную парковку, чищенную. Люди деньги платят, особенно в центре. Смотрите, по прошедшей выходной, вроде суммы не собирали деньги за парковки, а не бесплатные у нас по выходным. Они вообще не чистились, почистивали все вечером. Ну, город вообще весь не чистый. Мало чистый город. Платных парковок становится все больше. Платные парковки появляются не напротив муниципальных учреждений, а также на центральных улицах города, где работают и трудятся множество людей. Оставить свою машину здесь стоит 20 рублей в час. Если парковать автомобиль каждый день, то за месяц выйдет чуть больше 3000 рублей. И это только с одного автомобилиста. Штраф за неоплаченную парковку около 2000 рублей. И накопилось таких тоже достаточно. А впереди еще два зимних месяца. И неизвестно, будут ли убирать постоянно появляющиеся платные парковочные места. Или водители будут вынуждены искать бесплатную альтернативу. Валерий Седов, Игорь Глоутов. Телекомпания. Город. И в завершении выпуска предновогодняя статистика. Средние расходы россиян на покупку искусственных елок выросли в ноябре на 17%. Это следует из статистики оператора фискальных данных платформа ОФД, с которой ознакомились известия. Помимо этого, на 4% вырос средний чек на елочные украшения из пластика. Сейчас россияне тратят на них в среднем 455 рублей. Вместе с тем, количество покупок по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилось на 93%. Наибольшей популярностью у россиян пользуются светодиодные гирлянды. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин